У меня такое бич, ярмячее пицце, в моем ресторане. Красота да бьюти, творческой студии позитивного мышления, Татьяна Салмановна, Матур, Сайфудин. Я загружаю мое видео, которое я засняла недавно. Так что вот и такие вот дела. Как тут красиво нужно поставить. Красиво видеосъемочку. Я переодела такой пуховичок, переодела жилеточку. Ну что, так тоже, по-моему, красивый, да, такой у меня. На две как-то можно экшот, можно короткое сделать. Знаете, такую просто курточку, а можно, знаете, как пальто. Ну да, взломать. Ох, да. Это есть коллекция. Проспера ты дочки рук. Вот такие вот дела. Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактун, Сан. В общем, я сделала себе чай. Корона Российской империи. Сейчас буду с конфетками. Сегодня, кстати, еще купила вот эти конфеты. В принципе, такие. Ну, и цена хорошая. Конфетки, в принципе, вкусные. Так что вот халва. Хотя тарелочку. Конечно, я с вами согласна. Немножко другую тарелочку надо было для этого интерьера. Но, в общем, думаю, надо такое более было, конечно, для халвы. И вообще немножко другую тарелочку. Думаю, ну ничего, это будет нормально. Нормально тоже. В общем, гуляю, дышу свежим воздухом. Заснимаю мою очередную программу. Это у меня, сколько уже, третья, как говорится, из сегодняшних у меня программ, четвертая. Четвертая. Одну программу сегодня я засняла днем. И вот в третьем вечером заснимаю три. Три программы, третья сейчас. Ну, так его дела. У меня, кстати, два таких входа. Куплены. Один, знаете, такой беж. Один серый, другой беж. Два одинаковых. Но разного цвета. Два одинаковых, но разного цвета. Одного фастона, но разного цвета. Вот эти мои сапожки. О, смотри, она такая эксклюзивная, такая в шляпе. О, какие у меня, у тебя, спортивные брилки. Такие все. Яркие. Такая пьерия. А пьерия красоты. Света. На чем мы с ним остановились? Наука будет великим. Ну, уже, наверное, уже в следующей передаче. Хотя, хотя, знаете, я еще хотела. Уже, знаете, темновато уже время. Знаете, не знаю, знаете, на самом деле, какая-то магия чисел. 22, 22, 2, 06, 2021. Не знаю, складывать или умножать. Это я шучу немножко. Хотела фиг пораньше, но пока тут по телефону поговорила. Пока приготовила чай, пока там видео надо было освободить место на флешке. Вот, чтобы загрузить мое видео, которое я здесь сняла до. Время немножко прошло. Время. 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 Смотри, как допоздна занимаются дзюдоисты, вижу, что женская секция дзюдо вечерняя, наверное, закончила работу, как-то поздновато они. Смотри, как и дзюдо вечерняя, наверное, Продолжение следует... 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 Столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм всегда хранит, от разлада, что после меня. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду войны свободы вызывать, и тогда я смогу этим пламени встать. Я десем присутствие благое, света столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм всегда хранит, от разлада, что после меня. Я истинь, желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, тогда я смогу этим пламенем стать. Я истинь присутствие благое, света столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божьим из внесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послал мне. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, тогда я смогу этим пламенем стать. Я истинь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме, огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай, Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мой разум, разумом светом. Я истинь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме, огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай, Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мой разум, разумом светом. Я истинь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме, огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай, Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мой разум, разумом светом. Я истинь неустанная, Божья тесница, вечно дружусь, чтобы победа добиться, великая радость до чистой души, путь серединный смиренный вершит. Я истинь неустанная, Божья тесница, вечно дружусь, чтобы победа добиться, великая радость до чистой души, путь серединный смиренный вершит. Я есмь без страха и сомнений прогоню нужду решения, свыше входит мне не знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есмь в руках фортуны Божьей, что богатство света льет, изобилие благое от нужды прочь уведет. Я есмь без страха и сомнений прогоню нужду решения, свыше входит мне не знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есмь в руках фортуны Божьей, что богатство света льет, изобилие благое от нужды прочь уведет. Я есмь без страха и сомнений прогоню нужду решения, свыше входит мне не знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есмь в руках фортуны Божьей, что богатство света льет, изобилие благое от нужды прочь уведет. Я есмь, я есмь, я есмь, воскрешение и жизнь моих финансов. Три раза нужно повторять. 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 Он сеет в саду своей души семена любви. Три раза нужно повторять. Потому что счастливый человек доверяет Богу и делает тем самым сказкой свою жизнь. Кстати, почему читаем, вообще рекомендуют в частности книжку с этими велениями. С этими велениями Марка и Элизабет Профит, потому что в книге своей Наталья Борисовна Правдина, на минуточку, которая написала очень много книг, которая продала больше 20 миллионов экземпляров своей книжки, в одной пишет, как сделать волшебную палочку. И советуют книги, книги для, так скажем, чтобы стать волшебниками. Ну, вы понимаете, что это образно, это говорит, в принципе, образно, да, то есть образ такой. То есть нужно понимать, ну, я так понимаю, ну, я вам, примерно, буквально так вот, не дословно, а пересказываю. Чтобы быть волшебником и сделать волшебную палочку, она советует ряд книг, свои книги. В частности, книги и веления Марка и Элизабет Профит, которые я вот сейчас часть из них прочитала. Так что вот, это то, что не надо это упускать, не надо это упускать из виду. Вот такие вот дела. Так что вот, о которой, в частности, говорит, что Вознесенный Марстин Сен-Жермен своим вообще вот таким восхождением, взлетом и вообще вот как бы, знаете, вот этим вот взлетом ее своих книг и вообще то, что у нее, это как бы вот, она стала, в общем, как-то стремительно. То есть ее карьера пошла вверх, и вообще-то, и вот она стала изучать и фуншуй, и, в общем, различные практики. И как-то вообще ее жизнь изменилась. Она вот, я из ее видео, из ее книг поняла, вот, она также связывает, да, в книжке мне написано, с Вознесенным Мастером Сен-Жерменом. Ей, в свою очередь, посоветовала книгу Сен-Жермена женщина, она когда жила в Америке, ей посоветовала эту книгу Сен-Жермена какая-то женщина. Ну, она, кто за женщина, она не пишет, вот, и она воспользовалась ее советом, стала читать книги, я так понимаю, использовать веления, вот, и, в принципе, взлет своей карьеры, помимо того, что она много работает, вот, она, в частности, связывается с Вознесенным Мастером Сен-Жерменом, я так понимаю, с этими велениями, а также с книжками Марка Элизабет Профит, которые, кстати, являются одними из основателей карты сокровищ. Вот такие вот дела, которые также Наталья Правдина очень рекомендует сделать, карту сокровищ, карту желания, это просто по-разному, по-разному, это в разных книжках описывается, вот, по-разному немножко говорят. Ну, об этом мы будем говорить в одном из других моих выпусков, в моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Привет, с вами Татьяна Салмановна Мактух Сайфудин, и мой такой ресторан, ресторан, кафе красоты до бьюти. Татьяна Салмановна Мактух Сайфудин, это я так поэтически назвала, знаете, такие вечерние, ну, там, вечерние, дневные, литературные чтения, кафе в ресторане, кафе красоты до бьюти, ресторан красоты до бьюти, творческой студии позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактух Сайфудин. Кстати, с об этом я разговаривала по телефону тоже, говорила, говорю, как вообще так звучит, просто фантастически, феерически, как это самое главное красивое, все это красиво, красиво и красиво назвать. Как лодку назовешь, как корабль назовешь, так он и поплывет. Там уже как-то темнеет, темнеет. Сейчас я уже принесу поднос. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Себя засниму, поставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот такая, суперфисия есть такая. Манюшка, петрачок у меня, да, петрачок? Вы смотрите творческую студию позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, кто встанавливает футу? Сейчас я его занавешу. Белконе, занавешу балконе. Проветривается, так на веточку, на веточку вот так-то завешу. Я записала вечерний свет, сейчас я тут делаю вечерний свет. Вечерний свет. Вечерний свет. Вечерний свет. Вечерний свет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok